Итак, коллеги, мы с вами продолжаем рассмотрение темы, посвященной банковскому сектору. И сейчас мы с вами поговорим о кредитовании банками инвестиционных проектов. И, наверное, это самый, может быть, с одной стороны важный, но с другой стороны и сложный элемент предоставления предприятию кредита под реализацию конкретного инвестиционного проекта. В чем сложность? Первое, как правило, это кредиты на более или менее длительный срок. Все зависит от сложности проекта. То есть кредит выдается на 2, 3, 4, 5 лет, и, конечно, банк должен себе представить, а насколько этот проект эффективен, вообще, насколько он реализуем, и способно ли это предприятие расплатиться с данным кредитом, когда этот проект в конечном итоге будет реализован. И на сегодняшний день в мире сложились как бы два подхода к финансированию инвестиционных проектов. Первое – это классическое инвестиционное кредитование. И второе направление – это то, что мы называем проектное финансирование. Значит, давайте рассмотрим, что такое инвестиционное кредитование. Когда предприятие обращается в банк за кредитом, и кредитование идет на принципах инвестиционного кредитования, то в этом случае банк предоставляет заемщику кредит для реализации конкретного инвестиционного проекта. Но так как этот кредит, скажем, выдается сроком на 5 лет, то банк обязательно потребует обеспечения по этому кредиту. И здесь в качестве обеспечения могут выступать первое – гарантия. То есть гарантия какого-то другого банка по обязательствам данного предприятия, если это предприятие не сумеет погасить кредит. Но если я буду, скажем, как предприятие брать кредит в одном банке, а второй банк просить дать мне гарантию по этому кредиту, то, конечно, гарантия стоит денег, и обычно это где-то 1,5-2%, так как банк на себя принимает дополнительные риски, мне придется платить эту гарантию. Второе – за предприятие может выступить какой-то, как поручитель, другое предприятие. Это поручительство, то есть поручительство – это не банковская гарантия, это поручительство какого-то другого юридического лица. И третий вариант предоставления обеспечения – это залог имущества данного предприятия. Как правило, если предприятие предоставляет залог своего имущества, это как бы самый дешевый вариант для предприятия, потому что за гарантию придется платить банкам, поручительство – поручитель с тебя может взять определенную плату за это поручительство. И чаще всего предприятия в качестве обеспечения предлагают в залог свое имущество. Как работает эта схема? Банк предоставляет кредит предприятию под какое-либо обеспечение, вот этим зелененьким цветом у нас с вами показано, это заложенное имущество по данному кредиту. Заложенное имущество, не надо думать, что вот это имущество взяли, заморозили и так далее. Если мы заложили инженерный корпус, то в этом корпусе инженеры работают, технологи работают, все функционирует. Единственное, что я этот корпус не могу никому продать, повторно заложить, и в случае, если предприятие не сможет вернуть кредит, вот тогда только потребуется продажа вот этого инженерного корпуса для того, чтобы полученные деньги направить на погашение кредита. И таким образом банк выдает предприятию кредит под залог какого-то имущества, на эти деньги предприятие реализует инвестиционный проект, и когда проект будет завершен, вот этот проект начинает генерировать положительный денежный поток, потому что на начальном этапе идут только вложения в данный проект. Вкладываются, вкладываются, и только когда объект будет завершен, мы построили новый цех, смонтировали там оборудование, наладили, и вот начинается выпуск продукции, вот только тогда идет положительный денежный поток от проекта, и эти средства направляются на погашение банковского кредита. И вот обратите внимание, что при такой форме кредитования, инвестиционное кредитование, что является для банка гарантией выполнения предприятием обязательств по кредиту? Давайте по порядку, если нам идти. Кредит берет предприятие, и предприятие отвечает перед банком результатами всей своей хозяйственной деятельности. И даже если по проекту получен убыток, и проект не реализован, то у предприятия есть потоки от обычной хозяйственной деятельности, и за счет этих денежных потоков будет идти погашение банковского кредита. Конечно, главным источником должны быть денежные потоки от реализации инвестиционного проекта. Если в силу каких-то причин проект не пошел, и денежные потоки от реализации проекта не обеспечивают возврат кредитных ресурсов, то тогда банк может потребовать реализации залога. То есть, если мы заложили какое-то здание нашего предприятия, то придется это здание продавать, а полученные деньги направлять на погашение банковского кредита. Еще одним из источников погашения кредита – это может быть реализация имущества, созданного в процессе осуществления проекта. Например, мы строили цех по производству мебели, построили корпус, а потом в силу каких-то причин решили, что производство мебели мы делать этого не будем, потому что у нас нет договоренностей с поставкой сырья, материалов и так далее. Мы не можем погасить, естественно, кредит, и тогда можно продать этот построенный корпус. Если за него удастся выручить какие-то деньги, то тогда мы можем или полностью, или частично рассчитаться с банком. Ну и последняя позиция, то, что мы с вами уже обсуждали, это то, что в случае не погашения кредита, тогда за предприятие этот кредит будет гасить гарант или тот поручитель, который дал свое поручительство. И вот как вы видите, при инвестиционном кредитовании есть достаточно много источников погашения кредита. Денежные потоки от самого проекта, и плюс гаранты, и поручители, и реализация залога, и так далее, и так далее. Совершенно иная ситуация, когда мы говорим о проектном финансировании. Здесь банк тоже выдает предприятию кредит, но возврат денежных средств идет только за счет денежных потоков от реализации проекта. И вот если говорить о характерных чертах проектного финансирования, то первое, кредит носит целевой характер, он направляется именно для реализации конкретного инвестиционного проекта. Как правило, под реализацию проекта создается отдельное юридическое лицо, его называют очень часто проектная компания, которая и будет реализовывать данный инвестиционный проект. И вот источником погашения кредита являются денежные потоки, которые получаются после того, как проект будет завершен. Когда речь идет о проектном финансировании, банк, конечно, готов предоставить кредит, но банк всегда требует софинансирования со стороны предприятия. И обычно при проектном финансировании пропорции распределения, кто сколько финансирует, примерно следующие. Мировая практика говорит, что самая типичная пропорция – это так. 30% вкладывает само предприятие, инициатор проекта, 70% банки готовы предоставить в виде кредитов. Это вот типичная пропорция – 30 на 70. Иногда бывает 60 на 40, бывает 50 на 50. Но вот банки в такой ситуации, как правило, не кредитуют в объеме более 70% от стоимости данного проекта. То есть риски надо разделить. Часть рисков на себя берет предприятие, инициатор проектов, часть рисков, конечно, берет банк. Но вот в этом случае надо четко понимать, что когда у нас есть два основных участника, которые финансируют данный проект, то вот сама эта проектная компания, которая проект реализует, она прибегает к услугам различных структур, которые помогают реализовывать данный проект. Ну, например, мы построили новое производство, новый цех. В этот цех нужно смонтировать оборудование. И очень часто мы прибегаем еще к услугам лизинговой компании, когда мы говорим, да, дайте нам оборудование в лизинг. То есть вот здесь вот число участников проектного финансирования может быть достаточно большим. Кроме того, вот эта проектная компания на строительство заключает договор с какой-то строительной организацией. Есть какие-то подрядчики, есть субподрядчики. И вот сама проектная компания, по сути дела, является управляющей компанией, которая организует вот весь этот процесс, связанный с реализацией данного инвестиционного проекта. И вот если в этом случае основным источником погашения кредита являются денежные потоки от проекта, потому что вот у этой проектной компании своего имущества нет, своего уставного капитала нет. Он есть, конечно, но он очень маленький. И поэтому для банка очень важно здесь оценить качество вот этого инвестиционного проекта и быть уверенным в том, что этот проект обеспечит положительный денежный поток и денежные потоки от проекта способны будут погасить кредит. Ну, во-первых, сначала регулярно уплачивать проценты до тех пор, пока проект не завершен. А когда он будет завершен, то погасить данный кредит. Вот на этой схеме я попытался показать, что такое проектное финансирование. И проектное финансирование, в свою очередь, имеет еще несколько разновидностей. И первое, это вот классическое проектное финансирование, так называемое, без права регресса. Ну, о чем здесь идет речь? Вот у нас есть два участника, которые финансируют данный проект. Это предприятие-инициатор проекта и банк. И, как правило, инициатор проекта финансирует 30%, а на остальные 70% банк предоставляет кредит. И вот задача проектной компании – реализовать вот этот инвестиционный проект, завершить этот проект. Ну, например, на принципах проектного финансирования осуществлялось строительство туннеля под Ла-Маншем. И вот весь смысл этого проекта был заключен только в одном, что в конце концов этот туннель надо построить, по нему пойдет транспортный поток. Соответственно, этот транспортный поток платит за проезд по этому туннелю, взимается с них плата, и за счет этой платы проектная компания получает денежные средства, за счет которых она погасит кредиты перед банком. Поэтому, вот, когда речь идет без права регресса, это означает следующее. Предприятие, инициатор проекта, профинансировало на 30% стоимость этого проекта, банк на остальные 70%. Но если проект здесь не пошел по каким-нибудь причинам, то эти два участника, каждый на себя принял определенные риски. Если проект в силу каких-нибудь причин бы не реализовался, то банк потерял свои деньги, инициатор проекта потерял свои деньги. Поэтому, как вы понимаете, здесь главное оценить качество проекта и убедиться, что этот проект и технически, и экономически реализуем. Вот только на этих условиях банк должен принимать решение о предоставлении кредита под реализацию данного инвестиционного проекта. Вторая разновидность проектного финансирования – это проектное финансирование с частичным регрессом. Данный рисунок похож на предыдущий, за исключением одного. Пунктирная стрелочка от предприятия-инициатора проекта в сторону банка – это гарантия данного предприятия за что? Если проектная компания не сумеет реализовать данный проект, то предприятие-инициатор проекта, помимо того, что он вложился в реализацию этого проекта, скажем, 30% средств, то он еще в каком-то размере, ну скажем, процентов 20, дает гарантию, что если проект не пойдет, то тогда он банку компенсирует. И вот термин «частичный регресс» говорит, что он не компенсирует банку, скажем, все те 70% кредитных ресурсов, которые банк выделил на реализацию проекта, компенсирует только какую-то часть. И, как правило, инициатор проекта дает свою гарантию за наиболее рискованные стадии инвестиционного проекта. Вот такой механизм сегодняшней практики получил наибольшее распространение, наибольшее развитие. И вот данный подход, проектное финансирование, на мой взгляд, сегодня наиболее адекватен сегодняшним реалиям, потому что здесь ответственность ложится и на инициатора проекта, и на банк. А главное, если мы же говорим теперь о банке, это на тех кредитных инспекторов, которые анализируют и оценивают показатели этого инвестиционного проекта, оценивают качество этого инвестиционного проекта. И, по сути дела, от их профессионализма зависит то, этот проект реализуемый, и обеспечит ли этот проект возврат банку денежных ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова